Здравствуйте, Джагафар! Я благодарю вас за то, что вы сегодня гость нашей программы. 25 лет назад не стало нашего талантливого, можно сказать, гениального композитора, музыканта, артиста Аслана Даурова. Вы близкие родственники, вы написали книгу об этом человеке, вы занимались его музеем, его архивами. Мне бы хотелось у вас узнать, каким Аслан Дауров остался в вашей памяти? Всегда вопросы задают мне, потому что можно считать, что Аслана ведом, потому что всё, что сделали для Аслана, без боевого участка не делали. Аслан был удивительным человеком. Ему было 5 лет, мать играла на национальной гармошке. Он крал гармошку, прятался кукурузяне и начал подбирать мелодии, которые, мать, играй. И мать всё время ругалась, а потом, когда она вернулась, оттуда пришла, услышала свою мелодию, которую она играет на гармошке. Зашла в огород, посмотрела. Да, вот, Асланчик, ты родился для музыки, тебе уже ругать нечего. И вот после этого, когда я поступил в школу, там же преподаватель музыки был, очень известный музыкант, Троянов фамилия. И вот он сразу заметил талант этого мальчика. И после этого, в 9 классе, он, кстати, своих друзей организовал Духовой оркестр. И прямо по улице ходит, играет, просто было удивительно. Но после окончания школы, он никогда никакой другой оценки, кроме пятёрки не получал, где бы он не учился. После окончания школы, он попытался поступить в институт, хотел стать журналистом. Что-то у него не получилось, а потом ансамбль Эльбрус организовали только. Его взяли барабанщиком. Барабанщиком он поехал в Москву на декаду Карачаево-Черкесии, посвященной 400-летию, создавая добровольное вхождение народов Карачаево-Черкесии в Россию. И там же интересный случай рассказывал Михаил Тутов, был участником ансамбля. Мы вот после концерта стоим, разговариваем. Подходит солидный мужчина, немножко прихарабывая, и спрашивает. Скажите, пожалуйста, мне можно этого барабанщика увидеть? А ансамбль рядом стоял, и вот ход барабан, вот подошел. Дайте, пожалуйста, ваши руки. Он руки взял, посмотрел, посмотрел. И говорит, это не человеческие руки, а волшебные. Прямо руки поцеловал, говорит, и поблагодарил ансамбль. Он ушел после этого, через несколько дней, и фотография, портрет Ассана Довуру была напечатана на обложке огонька. Всероссийского, Всероссийского журнала огонька была напечатана. Да вот самое главное, что вот его смерть была неожиданностью для людей, которые его знали. Поэтому, когда он должен выправиться, никак не мог. Не довели, чтобы я лекарства доставал. Но доставали, все-таки не помогли. И 8 марта он утром побрился, хорошенько умылся, чистую бумажку одел. И, значит, пригласил всех, обслуживающих представителей, онкологической больницы. И тогда Майя сестра сидела с ним, ухаживала. Майя, пойди купи конфеты и шампанское. Майя пошла, купила конфеты и шампанское. Значит, индивидуально каждого работника подходил, обнимал и поздравлял. Через два часа умер. Величайший был человек. Это очень-очень удивительный свет. И как-то он, мы часто ездили к нему, и он еще планы какие-то, песни какие-то сочинял. Удивительный свет. И вот как раз много спрашивает, что сделано для Астана Даурова, в республике Карачао, в Черкесии. Я не могу сказать, что он остался без внимания. В первую очередь Фатима Маклова была администрацией Хаббетского района. Не знаю, где эти деньги она достала. Самое страшное, в годы перестроечные, только начало. И прямо в Хаббете соорудила за какие-то деньги. И памятник, первый памятник там соорудили. А потом, когда Семенов, звание присвоили в училище, и потом вопрос стал, надо памятник соорудить у входа в училище. И это тоже очень удивительно. Как раз Якуш Михаил Михайлович дал разрешение на строительство памятника. А вот вы сами вот найдете деньги. У нас вот нет таких средств. Я посмотрел, у нас тоже нет таких денег. А что делать? В Хаббетском районе были пять хозяйств, которые еще занимались сельским хозяйством. Я за каждого подошел и попросил, чтобы одну автомашину пшеницы этот человек дал мне. И вот он забрал пять автомашин пшеницы. И вдруг, пока он сделал из глини сначала, потом памятник, пока он сделал, Хатиза Камерухова. И вот совхозы, колхозы распалили, обанкротили все. А теперь что делать? И мы с Готовым Хусином Азамат Галевичем мы начали ходить к этим спонсорам. И все-таки эти деньги, которые нужны были для памятника, это сделали. Потом вопрос встал. Раз послан на уровне, такие сделали почеты, надо теперь музей открыть. За Готовым мы поехали в Адигею, посмотрели, как там музей устроен у бары Тхабисимова. Там очень понравилось нам хорошо. И вот это, вернулись, Хусин говорит, слушайте, Мафар, вот музей я знаю, что надо открыть, а вот помещения нет. А там как раз фойе свободное место. Я говорю, Хусин, давай быстро организуем, сделаем комнату для музея. И вот мы комнату быстро сделали. Значит, наш музей республиканский, они очень большую услугу оказали нам. Заубинова Ирина, которая хранительством занимается музеем, она тоже помогла им устроить все. В общем, музей открыли торжественно. И по указанию правительства Горячая Черкесия. Отдельно хотелось бы поговорить о вашей книге, посвященной творчеству и жизненному пути Аслана Даурова. Как долго вы работали над этой книгой? И я знаю, что у вас был соавтор. Самое главное, что мы решили написать книгу об Аслане Даурова. А книгу не написать нельзя было, потому что, если бы это мы не написали, кто бы знал, кто Аслан Дауров такой. Поэтому, чтобы эту книгу написать, я поехал в Москву в союз с композитором. Там же Козелин Вячеслав Игоревич, руководитель, меня тепло встретил. И он помог мне встретиться, поговорить с Хрениковым, Пахмутовым, Козлаевым и всеми другими известными композиторами. И еще я ездил в Кабарду, в Адигею, в Старополь, чтобы изобрать музыкальные произведения, которые остались. Он же был, как все таланты, немного такой несобранный. Поэтому мы туда включили все воспоминания людей, не только композиторов, но и простых людей, которые с ним работали, которые все... И книга получилась, как настоящая энциклопедия о жизни и творчестве Асана Алиевича. И эта книга была признана одной из лучших книг и глава нашей Карачао-Черкесии, Семерезов Рашид Позненевич, премия, значит, Карачао-Черкесии была, была, ждана эта книга о ферме Карачао-Черкесии. Поэтому тут очень много интересных вещей. Единственное, что я хочу тут сказать, я был у Тихонова, Хреникова, то есть. И Хреников, он сильно болел, говорит, я никого не принимаю. Я сказал, я брат Асана Даурова. Хоть несколько слов скажите, пожалуйста. Если, говорит, вы брат Даурова, я даже лёжа открою вам дверь и пусть... Как раз вот один интересный эпизод он рассказал. По радио передали его черкесские песни, и Филидов вот мне звонит. Слушай, Николаевич, вы слушали песни нашего студента Асана Даурова? Да, говорит, я слушаю. Ну и как? Мне понравились эти песни хорошие. Если понравились, иди сразу в Союз. Сразу вот собрался, пошёл, а там уже члены правления сидят. И среди них худенький, маленький мальчишка, чёрненький сидит. И потом вот начали обсуждать его песни, и все одобрили, и всё нормально. Тогда неожиданно Сверида, великий Сверида, объявил, давайте тогда проголосуем в Союзе его премии сегодня. И вот я удивлялся, 25 лет, когда я был руководителем Союза, и до, и после меня никогда не было такого случая в России, чтобы за один день без подготовки до ещё студента принимали в Союз композиторов СССР. от Пахмутова, я с ней не смогу встретиться, она была на даче, до по телефону, когда я начал с ней разговаривать, она заплакала. Медий Асланчик, как мы его любили. А когда, она вот сразу заплакала и говорит, когда мы с мужем приезжали в Черкесск, муж написал скитворение о городе Черкесск, Аслан вот сразу музыку вложил, вот эта музыка, которую вот Аслан заплакал на стихе моего мужа, сейчас вот для нас отдушина. Когда нам скучно или как-то настроение плохое, вот обязательно включаем и слушаем, и действительно, мы становимся совсем другими людьми. И вот самое главное, это хочу прочитать. О его музыке много сказано, много написано. И сколько бы еще написали, до конца не передать чувство человека, который слушает его музыку. Его музыка благоухает, как изумительный запах прекрасных роз, является свежим воздухом в злойную погоду, сердечным теплом вдохновенного человека на добрые дела. И вот она, говорит, свое отношение написала тут. Я выразила Хасану, подписав в телеграмму от Союза композитов России с известными композитами нашего времени по поводу назначения его государственной стипендии. И вот как раз телеграмма. Дорогой Аслан Алиевич, рады сообщить, что по ходатайству Союза композитов России вам, как выдающимся деятелю музыкальной культуры, назначена государственная стипендия. От души желаю вам самого доброго, новых, больших, творческих успехов, Казейнин, Пахмутова, Агафоников, Бузовкин. Сами известные подписатели. И она тут приписала в конце. Я думаю, вот эти телеграммы, вот, все выразили свое отношение к Аслану Дагурову. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам, прежде всего, здоровья и творческого вдохновения. Спасибо вам большое. Будем стараться.